Помнишь, Саш, была такая песня По ниточке, по ниточке ходить Так вот, если вы не желаете ходить только по одной красной линии Если вы целого света мало Мы сейчас вам можем помочь сориентироваться Как расширить географию своих путешествий Потому что в гостях у нас Елена Спиридович Человек, который, ну, грубо говоря, за сущие копейки Побывал в Арабских Эмиратах Спросим, как ей это удалось достичь Насколько эти копейки сущие сейчас выясним Доброе утро, Елена Доброе утро Вот у нас есть ваше видео со взлета Вот почему вы снимали? Страшно было взлетать? Вы как-то пытались чем-то себя занять? Я снимала это видео уже на обратном пути Потому что была готова к тому, что прозвучат слова молитвы Потому что когда мы взлетали первый раз из Кольцова Это была арабская авиакомпания И когда самолет уже шел на рулении Вдруг таким эхом в салоне раздалось Трекратное «Аллах Акбар» Естественно, так как мы русскоговорящие Мы не были готовы к тому, что сейчас «Аллах Акбар» Давайте посмотрим, как это выглядит Этого не было на этой записи Я уже успела захватить только То, что следовало после этих слов Но все равно выглядит... Вот давайте посмотрим все-таки Молитва была, которую мы сейчас слышали Пилоты читали или кто ее читал? Ее включают в записи Бортпроводники на английском Предупреждают о том, что сейчас прозвучит Молитва перед взлетом Но так как мы русскоговорящие Мы обычно не обращаем внимание на то, что говорят пилоты на английском Или бортпроводники Поэтому это было некоторой неожиданностью А что в этой молитве? Они не рассказывают? Ну а что может быть в молитве? Очень наш только на мусульманском Ну хорошо, теперь Мне просто интересно, когда первый раз вы летели Там вот люди дернулись, не дернулись Когда прозвучало «Аллах Акбар» Я могу сказать о себе, что, конечно, я, находясь в самолете После некоторых событий, например, в сентябре Немножко встрепенулась, что происходит Но так как я увидела, что бортпроводники улыбаются И ничего не происходит, естественно Ну тоже довольно странно Если это бортпроводники арабских авиалий Давайте сейчас посмотрим все-таки небольшую справку Об Объединенных Арабских Эмиратах Дубай, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Административный центр Эмирата Дубай Регулярные прямые рейсы Екатеринбург-Дубай Осуществляются 4 раза в неделю Стоимость билетов от 28 тысяч рублей Продолжительность перелета около 4,5 часов Лучшее время для поездки в УАЭ С октября по май Для посещения Объединенных Арабских Эмиратов Необходима виза На ее получение уйдет около недели Обойдется она вам в 70-80 долларов Внимание! В УАЭ ограничен ввоз медикаментов Поэтому убирайте из аптечки даже Сильно действующие успокоительные Если же сомнительное лекарство вам необходимо Могут помочь рекомендации врача Официально заверенные и переведенные на английский язык Проживание в гостинице вам обойдется В среднем около 1,5-2 тысяч рублей на человека в сутки Большинство пляжей в Эмиратах расположены на берегу Персидского залива Где прибрежные течения часто имеют непредсказуемый характер Поэтому купаться нужно с осторожностью Если вы планируете самостоятельно перемещаться по городу Имейте в виду, что общественный транспорт развит слабо И удобнее всего перемещаться на такси В среднем проезд по городу стоит 15-20 долларов Питание недорогое по сравнению с Европой Около 10-12 долларов за полноценный обед Из местных блюд стоит попробовать мясо ягненка с рисом и орехами Шашлык тикка Традиционную арабскую шаверму И сладкий сырный пирог аш-асая Что касается шопинга, то запомните В аэропорту Дубая находится самый большой в мире магазин Беспошной торговли В котором цены могут быть на 30-50% ниже, чем в Москве Хотелось бы продолжить разговор о деньгах Елена жила... Да, но в глазах стоит шаверма, шаурма Но мы все-таки попытаемся Елена, побывав в Арабских Эмиратах, жила там ни много ни мало В гостинице Хилтон в городе Рассельхайма, да, я так понимаю У вас как-то вот деньги там, что называется, ляжку жгут Или что? Почему в Хилтон-то? На самом деле я оказалась в Эмиратах И в частности в гостинице Хилтон Именно по причине того, что Хотелось заплатить за отдых адекватную сумму Получив хороший сервис, хорошее море И при этом не живя в отеле Там 3-2 звезды, где нужно доплачивать за кондиционер Как это в Греции, например И в гостинице Хилтон адекватная, вполне доступная сумма Да, да, сколько, сколько уже не тяните Ну, сама путевка 8 дней 7 ночей Она обошлась в 20 тысяч с копейками С перелетом? Да, в эту сумму входил перелет Да, это не может быть Проживание, завтраки Трансфер индивидуальный от отеля Который в сезон стоит 106 долларов Одну сторону на человека Бесплатный автобус на пляж Бесплатный автобус в торговый центр Бесплатный автобус в Дубай Я понял, вы сейчас сказали определяющее слово В сезон это все стоит запредельно А вы там были как раз в самое жаркое Ну, по меркам Эмиратов, я думаю, да Сколько, это сколько? В граммах? В градусах, извините, градусы? Ну, я думаю, что вот в Рассельхаме, где мы жили, это на севере Там было примерно 45 градусов на пляже В Дубае, где мы были последний день, там было в районе 55 Но так как это был уже последний день, мы адаптировались И, в общем-то, я выходила без крема для того, чтобы сфотографироваться И как вообще переносилась жарность? Вы знаете, я была до этого в Египте, допустим, летом И тоже я боялась ехать в Египте Мне показалось, что даже было жарче Дело в том, что здесь на пляже постоянно дует такой прохладный ветер И ты не ощущаешь жары Море горячее Ты заходишь туда, потом выходишь в душ, который тоже горячий И после того, как вода просыхает, тебе холодно на пляже в 45 градусов То есть получается, что вы специально едете не в сезон, да? То есть не зимой, не ранней весной, а именно летом, когда там вот самая жара Специально, чтобы сэкономить? Я бы не сказала, чтобы сэкономить Я хотела узнать, действительно ли вне сезона, да? Это так ужасно, как говорят туроператоры И как говорят люди, которые говорят, нельзя ехать вне сезон Теперь я знаю, что если это не муссонные дожди в Индии То все остальное можно смело считать сезоном Нет, ну я считаю, это шикарно За одну месячную зарплату Съездить в Арабские Эмираты Отдохнуть в гостинице Хилтон Плюс 75 долларов виза, я забыла добавить А с визой-то как дела? Говорят, что могут и не дать Там довольно строго с этим все Ну вот у меня было три посещения Израиля до этого Это конфликтующие страны, как вы знаете Мне дали без проблем Ну что ж Спасибо Спасибо, Елена Спиридович делилась у нас своими впечатлениями О посещении Арабских Эмиратов И мы, в общем, призываем наших зрителей Каждый раз, когда у нас в гостях такие люди Которые на собственном примере могут поделиться И сказать, да это все можно Это недорого особо Это можно все решить Я всегда радуюсь и всегда вдохновляюсь И сам хочу куда-нибудь полететь То есть, я так понимаю, ты уже начнешь планировать А мы сейчас продолжим программу Впереди у нас футбольная викторина Не пропустите